Общественное обсуждение январских событий началось с минуты молчания в память о погибших. Модератор Респект Сарсенбаилу выступил с докладом на тему, кто виноват в кровопролитии. Он заявил, что президент Космжом Артукаев на протяжении трех лет не мог выйти из-под влияния бывшего главы государства. Экономика стагнировала, реформы не проводились, и это привело к массовым протестам. Сарсенбаилу отмечает, что исполнившие приказ Тукаева стрелять на поражение не привлекаются к ответственности. Погибших посмертно обвиняют в экстремизме. Адвокат, который занимается делами по фактам смерти в январе, говорит, что следствие не продвигается и видит в этом политическую подоплеку. В эпикризе и в судебно-медицинском заключении экспертизы о смерти есть такое красноречивое, слова такие вписанные, там написано, в том числе от кровопотери умерли. То есть, понимаете, да, помимо того, что их расстреляли на месте, им еще не оказали медицинскую помощь. Но по нашему предположению. И в настоящее время это уголовное дело приостановлено в связи с назначением экспертизы. То есть, по данному уголовному делу в настоящее время никаких следственных действий не производится. Адвокат говорит о расстрелянной в Талдыкургане семье. 8 января супружеская чита Нурбулат и Алтына и их 14-летняя дочь Нурай погибли от пуль. Подозреваемые не задержаны. Следствие застопорилось. По аналогичным делам такая же ситуация. Получивши огнестрельное ранение в январе и вывезены из больницы в СИЗО, Саята Дельбекулы говорит, что дело о применении к нему пыток тоже не продвигается. Азаптаған жоқ көй сені. Сені жайығын орды ғой дейті. Менің сонда, сіз қызсыз сонда. Азаптау деген ол сонда, батырбаев сияқты, өтікпен өтіктеп, немесе, жасылан сияқты, қайнаған сөмен ғана, нету сол ғана саналама азаптау оп. Мені бір жоққа шығару, біжындыға шығару, айтатқан сөзін бөтірке шығару үшін ғана, Атабилов, объявивший после января о возвращении в политику, критикует власти за то, что они до сих пор не опубликовали список погибших. Расследование проходит непрозрачно, считает он. Сегодня крайним сделать хотят Карима Масимова. Естественно, мы в это не верим, что простой представитель КНБ, тихий, абсолютно человек, вдруг захотел захватить власть. Вот когда говорят, что он захотел захватить власть, я в это не верю. Я лично знаю Карима Масимова, очень слабый, очень трусливый человек, всю жизнь бегал к помощникам, и у него просто духу не хватит взять власть. Полгода назад массовые антиправительственные митинги обернулись в Казахстане беспорядками. По обновленным данным прокуратуры, в январских событиях погибли 232 человека. Еще шесть стали жертвами пыток. Несмотря на обещания президента представить список погибших, имена не опубликованы. Под стражей находится более 500 человек. Дела в отношении около 400 отправлены в судебные инстанции.